Привет всем, всем моим подписчикам, всем тем, кто случайно оказался на моем канале и смотрит меня в данный момент. Значит, хочу напомнить, что звать меня Мила, живу я в Аризоне, Соединенных Штатах Америки. И сейчас время, когда установилась прекрасная теплая погода, не жаркая погода, это где-то 19-20 градусов тепла. Это как бы наступает такая вечная весна, которая длится здесь в Аризоне с ноября, вот сегодня 3 ноября 2017 года, с ноября по март месяц. В марте-апреле начинается повышение температуры и в июле она может достигнуть иногда 50 градусов жары. Вот, поэтому как же не сказать, что сейчас райское время, прекрасная температура и время для хорошего препровождения своей, как говорится, жизни. Ну, очень много людей съехалось с других штатов, там, где есть 4 сезона, и у которых есть возможность купить вторые дома в теплых штатах. Ну, таких как, например, Калифорния, Аризона, Нью-Мексика. Даже с Канады люди приезжают сюда и покупают вторые дома, чтобы провести зимнее время здесь. Ну, это обычно пенсионеры, которые уже вышли на пенсию и у которых есть деньги для того, чтобы купить еще одно жилье. Или это, значит, люди, которые занимаются бизнесом, но которым не обязательно находиться постоянно в офисах, они могут работать из дома и также ездить куда-то по другим городам, заключать какие-то сделки. То есть люди, которые не привязывают себя к одному месту, поэтому они могут купить где-то еще, значит, дом и зимнее время проводить в теплых штатах. А другое время тоже, когда устанавливается хорошая погода в своих, значит, штатах, там, где они живут на постоянной основе. Значит, что про мой маленький секретик. Когда я была маленькая, я страдала очень часто воспалительными, значит, воспалениями уха, правого моего уха. И я до сих пор помню, как я уже вот в школе училась, я помню, да и в детском садике, в школе в основном, в начальных классах я помню, как у меня начинало болеть ухо. Оно так болело, сильно мучило меня, так болело, я там плакала. И мама меня ложила в какой-то момент на горячую грелку в кровать, значит, на подушку мне ложила горячую грелку, покрытую полотенцем. Я лежала, я долго лежала, я должна была ждать, когда вот этот нарыв внутри моего уха, он назреет, прорвется, набухнет, прорвется. И до сих пор помню этот звук, как лопался вот этот гнойник, и начиналось все это вытекать из уха, и вот этот вот звук, и вот это чувство, все ужасно, так было это больно. Ну, потом наступало облегчение, и после этого, уже будучи достаточно взрослой, время от времени я чувствую дискомфорт в этом ухе, особенно когда ночью ты спишь, кондиционер дует, даже, хотя не напрямую, но все равно потоки холодного воздуха в комнате, и, значит, когда в это ухо проникает этот прохладный воздух, начинается дискомфорт. И я знаю, что это уже начинается, ну, как бы может быть началом воспаления, я что делаю? У меня всегда на ночном столике много лет уже, или там в выдвижном ящике моего ночного столика лежит, а, значит, я беру ватный тампон и, значит, затыкаю просто ухо, вот, затыкаю ухо, и все, воздух туда не попадает, все прекращается, нет никакой благоприятной среды для того, чтобы начинались развиваться бактерии, которые развиваются, наверное, под действием холодного. и влажного воздуха, и все, я утром встаю, я ничего не чувствую, никакого дискомфорта, ничего нет. И так, так это меня спасает уже многие-многие годы. Ну, я так думаю, что даже, да даже я не думаю, я уверена, что когда дети начинают жаловаться, что у них там что-то с ушком, то же самое нужно взять, просто сухой комочек ваты, и плотненько, не сильно плотно, потому что это тоже плохо, сильно плотно, ухо будет болеть. А вот так, чтобы воздух не проходил, значит, заткнуть ушко, и ничего не будет больше развиваться, никакого воспаления не наступит. Вот такой простой способ. Ну, так вот, как говорят, все самое гениальное, очень просто. Я с вами поделилась своим маленьким секретиком, и надеюсь, что кому-то мой совет поможет. Если это так, то дайте мне каким-то образом знать. Ну, если даже вы и никак не напишете мне, никак не отзоветесь, но вам это помогло, или вашим близким, я буду считать, что я сделала свое благое дело. И на этом все. Мне нужно бежать на работу. Всем хороших выходных. Пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok